Дали по матчу, потом вопросам. Как сильная команда Динамо, мы знали, какое качество каждого игрока Динамо. Попробовали и два-три раза были хорошие моменты для контратаки. К сожалению, не получилось. Но в общем, когда смотришь, что ребята очень дисциплинированы, тогда ты как тренер можешь быть доволен. Самое главное, что еще один раз я увидел команду, еще один раз я увидел игрока, игроки, которые дают все на поле друг за другом. И просто такой менталитет команды дают результаты. Я не могу сказать заслуженность, заслуженно победа. Конечно, в Динамо, особенно второй тайм, не могу сказать, что очень опасные моменты были. Они приезжали там на 18-20 метров, но ребята успели все защищать. Селя тоже сделал свою работу очень хорошо на два момента. И идем дальше в куб. Да, давайте Роман по традиции. Владимир, почему мы в этом матче вышли без десятки, то есть с тремя нападающими, центральным крайне правым-левым, и это для того, чтобы переходить на 5-4-1 или подбор игроков поставить? Потому что мне было нужно два игрока больше в центре, как Миша и как Тео, потому что Динамо в общем больше атакует через центр. Они хотят вертикальный пас от центрального защитника, или может быть от крайне, но всегда идёт мяч в центр. Так что я хотел количество игроков в центре, что они бы позволили такова. Было, конечно, наши ошибки тактические. Эта идея была. Такая идея была. Без десятки, без два страйка различных. Давайте Александр, пожалуйста, потом Евгений. У вас традиция по два вопроса всё время. Ну хорошо, давайте. Выбор вратаря в этом матче был обусловлен тем, что вы держали в уме возможную серию пенальти, где Серихов лучше, или, может быть, игру ногами, которая у Серихова тоже лучше, и, соответственно, длинные вот эти передачи, что вы сыграли. Голевая передача была. Вспомнили Серихов. Честно, про пенальтию не думал. Хотел закончить эту игру в 90 минут. Так мы и тактику приготовили. План игре был такой. Нам получилось. В футболу у тебя план всегда есть, но кто тебе скажет, что это получится? Ну, слава Богу, получилось, как мы хотели. А не был про пенальтию. Селя тоже наш вратарь. Мы знаем, вы все знаете, какой это вратарь. Я считал, что надо и Селю поставить на ворота. И свою задачу, свою работу очень хорошо сделали. Да. Да. Пожалуйста, Александр, потом Евгений Туркулец. Владимир, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, результат у вас великолепный. Семь очков из девяти вы набрали в чемпионате. И сегодняшней победой вы дали всем забыть вот эти 0-0 с Зенитом. То есть вы продолжаете игру в кубке за кубок, в борьбу. У меня один вопрос только. Только не отвечайте, пожалуйста, что мы будем выигрывать, стараться в каждой игре. Все-таки сейчас на последнем отрезке тренер для себя выбирает и руководство, скажем так, приоритет. Потому что кубок – это осязаемый трофей, который через, допустим, две игры можно поднять над головой. А чемпионат – это все-таки более сложная задача. Вы умело ротировали состав, в общем, обыграли «Динамо» и набрали очки, как я уже сказал. Сейчас вот мне хотелось бы от вас услышать, в оставшихся матчах все-таки будете делать приоритет на кубок или будете продолжать вот так вот, как получится? Нет, я это сказал и повторяю. До конца, когда математика скажет, что у тебя есть возможность стать третьим, может быть, и вторым или первым, мы должны за это пойти в битву для этого. Это «Спартак», не можем себе позволить. Да, сейчас важен кубок, а чемпионат не важен. Важно и одно, и второе. Мы так и работаем, у приоритета нет. Попробуем максимум из команды и увидим, что мы сделали. Да, первый ряд, пожалуйста. Владимир, с победой, это просто блестяще. Скажите, вот напрашивается сам по себе вопрос по поводу Тео Монгонде. Во втором тайме, вы его хвалили недавно в одном из последних матчей, что он здорово очень отрабатывает в защите. Напрашивалось то, что ему надо прям больше вперед ходить, и у него была такая возможность во втором тайме забить гол. Можете прокомментировать его игру вот сегодня? Я и сегодня очень доволен с Тео. Мой выбор замены был больше физической природы. Значит, нам была нужна свежая кровь. И сегодня, если вы посмотрите игру, Тео играл и атаку, Тео играл и защиту. Ну, это игра, которая физически очень много потратил силы. Я считал, что может быть этот момент сделать замену. Нет, потому что он что там хорошо или плохо сделал. Просто я доволен очень доволен с Теом, как и доволен с каждым игроком. Так что ему надо продолжать работать как работает, думать про футбол, как и сейчас он думает. И я уверен, Тео покажет все, что умеет, особенно в момент атаки в русском футболе. Я уверен в это, он это покажет. Ну да. Да, пожалуйста. Это молодой человек. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Павел Хомяков, интернет-сознание «Оброс жизни Москва». На прошлой пресс-конференции вы сказали, что результат матча с «Локомотивом» 3-2, вы не очень любите такой счет. Вам лучше 2-0 или 3-0. Вот сегодня, собственно говоря, все сложилось так, как вы хотели. По счету, по крайней мере. Да. А какой прогресс по игре вы могли бы отметить по сравнению с прошлой игрой и с матчем с ЦСКА, который был до этого? Я считаю, что команда научилась играть на счет. Они поняли, когда надо защищаться, когда надо атаковать. Может, если у тебя, а я это не понимаю, может быть, ошибка у меня, может быть, я не понимаю, если у тебя 2-3-0. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Значит, в футбол, конечно, я понимаю, что, может быть, болельщик не хочет смотреть свою команду 45 минут в углу в блоку защищаться. Ну, смотрите, нам надо результат. Нам надо шот. Так что, считаю, что, наконец, команда поняла, как надо играть на шот. Можно еще один вопрос, пожалуйста? По поводу болельщиков, вот вы сказали, было для меня, по крайней мере, сюрпризом то, что сегодня сектор «Спартака», он периодически звучал громче, чем сектор «Динамо». То есть было ощущение, что играете на домашнем стадионе. Что вы можете сказать болельщикам и насколько для вас сегодня это было удивительно, что вот такая поддержка? Это очень важно, это очень важно для нас, это очень важно для каждого игрока, но это не горячая вода, мы это знаем. У «Спартака» на каждом стадионе больше красно-белых, чем остальных. Это факт. Это факт. «Спартак» — это «Спартак». Спасибо болельщикам, что пришли, спасибо им, что с командой, и спасибо им за помощь, потому что, когда у тебя болельщики есть, есть тяжелые моменты в игре. И они иногда дают тебе силу, которая может быть, думая, что нет, но они найдут это и, может быть, игрок больше дает, чем нет в таком моменте. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Владимир Скупедович, дальше у вас по счетке карьера либо Ростов, либо Балтика. Вы задумывались об этом? Есть какой-то более принципиальный соперник? У нас сейчас барьеры. Не думаю, кто будет там. Честно, я это сказал и на флешу. Мне не интересно, мне не важно, кто будет. Я смотрю свою команду. Я смотрю свою команду, мне интересует моя команда. Я уверен в одно. Когда команда играет, как играет, я не вижу, я не вижу команду, которая может выиграть «Спартак». Давайте еще три вопроса. Вот девушка Андрея Вдовина и, по-моему, Павел, да, хотел? Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. У меня будет к вам небольших вопросов. Первый – это в начале матча из-за травмы был заменился Джоан Бабич. Скажите, серьезные ли у него травмы? И второй вопрос – с чем связано то, что Александр Максименко стал прибавлять в игре? То есть Сивона выходил постоянно и, в общем, хорошая игра на воротах. Спасибо. Про Максим, да? Потому что Максим профессиональный игрок. Он понимает очень хорошо свою работу. У Максима есть два очень хороших тренера, как и у Севера, как и у Свинова. Так что я не удивлен, что он прибавил. Я это знал, что случится. А первый вопрос про Срджану – к сожалению, риск был. Риск был, мы это знали. Получилось так, как получилось всегда у тренера жалко, когда происходит травма игроку. Но это футбол давает, ему надо защищать лечиться. Потому что у Срджана у нас еще есть игры. Надеемся, что ничего серьезного нет. У Срджана тоже есть уровень. Так что это важный момент для игрока. Но я тоже должен сказать, что в битве я чувствовал разницу между Срджаном и Пашем Масловым. Коллеги, два вопроса еще. Пожалуйста, Андрей отменяется. Так, Павел. Владимир, хочется, чтобы как-то прокомментировали игру Павла Маслова. Человек, так скажем, был на балансе, чтобы уйти в аренду, но нашел в себе силу и остался в команде и показывал достаточно уверенную игру. Я это знал. Я это знал, потому что у Паши такой сильный характер. Паша идет до конца. Паша работает до конца. Он спрашивает два раза почему это или почему он работает. Я уверен, что когда игрок работает хорошо, ему награда приедет. Я рад про Пашу. Паша играл и очень хорошо с Алоком. И сегодня он сделал свою работу очень хорошо. Что я могу Паше сказать? Паша, продолжай свою работу, как я всегда работал. И в жизни шанс приедет всегда. Потому что когда ты честно работаешь, шанс приедет. В команде журналистов замена. Вместо Андрея Вдовина. Пожалуйста, представьтесь. Алексей Хасанов, «Борога спорта». Владимир, здравствуйте. С победой вас. А, здесь. Болельщики в социальных сетях после вашей удачной серии со «Спартаком» начали сравнивать вас с папой Гвардиовой. Как вы на это смотрите? Потому что лысый. Только потому что у меня чуть-чуть бороды, я лысый. А если бы у меня волос было, никто это не сравнивал. Я очень-очень-очень далеко был. Таких тренеров. У меня много есть еще работа, учиться. Потому что я уверен, я думаю, что и тренер всю свою карьеру и жизнь он учится. Футбол меняется очень быстро. Если ты просто не в тренду, финиш. Нет тебя. Но это хорошо, когда люди, но это потому что волос у меня нет. Спасибо за вопрос, спасибо за ответы. Коллеги, до встречи в Нижнем Новгороде. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.